Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время и возможность. Я неоригинально начну с ситуации, которая потрясла большое число людей, мягко выражаясь, мятеж. Евгения Пригожина, как вы за ним следили, что вы ощущали, и какой у вас послевкусие, скажем так? Знаете, эта ситуация трудно описывается, к сожалению, с цензурными словами и без обращения к каким-то дворовым метафорам. В целом, конечно, должен напокаяться. Вся эта история вызвала у меня ощущение ажиотажа. И хотя, разумеется, прекрасно себе отдавал, отдаю отчет в том, что Евгений Пригожин – это настоящий монстр и человек, который популяризовал казнь кувалдой и является плотью от плоти. И, в общем, не просто созданием, а големом, вылепленным лично из грязи Владимиром Путиным. И жизнь в него именно Владимир Путин вдохнул. Но, тем не менее, тот призрак дестабилизации режима, который всеми силами, надувая щеки, хочет показать нам свою железобетонную стабильность и непоколебимость, призрак этой дестабилизации заставил мое сердце, в общем, радостно отрепетать. Наверное, не очень приличное признание для человека, который себя относит к либеральной интеллигенции. Но вот что было, то было. И ощущение было какого-то чуда, происходящее у нас на глазах. Не из-за того, разумеется, что я каким-то образом идеализировал головорезов Вагнера. Да, было понятно, что это головорезы. Но из-за того, что вся путинская стабильность вдруг оказалась при появлении человека маломальски решительно настроенного, как это тоже казалось, совершенным каким-то мороком, иллюзией. И глина, на которой колосс стоял, очень заметно трещинами пошла, стала раскрашиваться и проседать. И вот это ощущение, конечно, дорогого стоит. И когда Евгений Пригожий вдруг в результате запулисных договоренностей, каких-то посадом которых стала ягодная беседа с Лукашенко, решил дать заднюю, конечно же, было ощущение этого чуда обещанного, но не состоявшегося. Стало ясно, что сейчас никакого украшения режима не произойдет. Надо еще подождать. А сколько подождать, всем нам предстоит это увидеть. Вы сказали, что эта глина пошла трещинами. До сих пор, несмотря на то, что мятеж провалился, и тут мы не даем оценок личности Евгения Пригожьего, тем не менее, мы видели, что это действительно было такое движение, стремительное движение, захват целого города, Ростова-на-Дону, и быстро развивались события. Но в результате Путин остается там, где он был 3 недели назад и 20 лет назад. И все же, можно ли говорить о том, что система его слова, что продемонстрировала эта история, уязвимость этой системы, и что в любую секунду она может рухнуть, и кто-то дойдет до Кремля. Вот такой вывод вы делаете для себя? Безусловно. И прежде всего здесь можно судить о страхах самой этой системы, о страхах людей, которые приняли решение не сразу, между прочим, и, видимо, не так просто свою лояльность президенту показать. По реакции российской пропаганды, по всем ее мантрам, которые они произносят слух, как обычно, зеркали, это все меняя с черное на белое, можно представить себе истинное положение вещей. Необходимость засунуть Путина, или человека, похожего на Путина, в Дерпент, в объятия ликующей толпы, связанная именно с тем, что стало ясно, что никто в Москве, ни в Ростове, ни по пути следования колонн Вагнера, за Путина выходить на улицы не готов. И очевидно совершенно, что даже в глубине души люди этому рады, просто боятся это показать. В целом, ситуация вокруг этого мятежа об одном напоминает, что диктаторы держатся не за счет правды, потому что они, именно навязывая людям, подданным своим, заведомую идеологизированную ложь, альтернативную картину реальности, которая, на самом деле, к реальности мало имеет отношения, чаще его как раз образ реальности переворачивает совершенно на 180 градусов, тотально искажая. А имеют отношение только к их способности проецировать силу. Пока диктатор силен, люди и сторонники его в элитах, и противники так или иначе держат себя на узде. И готовы, в том числе представители народа, притворяться, что во всю билиберту это верят. То есть, на самом деле, история о голом короле, и о мальчике, который настолько был простодушен и искрен, что, значит, сказал король голый, и тут все действительно увидели, что король голый, это, конечно, к реальности мало имеет отношения. Все и так знают, что король голый, на самом деле. Но просто для того, кто скажет об этом вслух, есть специальные меры типа трубания головы. Но как только король становится жертвой инсульта и больше не может никому отрубить голову, приказать, тут все говорят, да он же голый, оказывается, был, Господи. То есть дело не в правде вовсе, а в слабости и в силе. Диктатор должен оставаться безусловно силен. И Путин здесь как раз слабость свою прежде всего продемонстрировал. То, что он в отличие от Владимира Зеленского, который несмотря на хождение уже в Киев авангарда российских войск, остался в городе, отказался от эвакуации, Владимир Владимирович Путин, который любил так или иначе намекать на то, что украинский президент это комик, сам себя достаточно комически в этой ситуации повел, очевидно эвакуировавшись из столицы задолго до того, как первые легковушки еще чувака Вагнера, оказались за 200 километров до столицы. Хотя настоящий царь должен был бы мятежника на хмуре в грозном брови вызвать к себе во дворец, топнуть на него сапогом, отчего мятежник должен был, конечно, сразу же обделаться и от своих претензий, без всяких переговоров отказаться. Вы сказали про человека, похожего на Владимира Путина в Дербенте, в Дагестане. И это невероятно волнующая общественность тема. Правда ли у Путина извиняки? Сначала это казалось, знаете, таким совсем уж конспирологическим бредом, и я не позволяла себе задавать такие вопросы гостям, когда вела серьезные беседы, серьезное интервью. Сейчас настолько странно выглядит этот человек, что даже не обладая научными какими-то знаниями, ты начинаешь сомневаться. Вот вы какие... Окей, я понимаю, что вы не физиак на место, и не антрополог, и не биолог, но тем не менее вы видите, что происходит, вы видите, как выглядит президент России в Дагестане на разных кадрах. Верите ли вы в то, что может быть некая копия, реплика, как говорят в американском кино? Слушайте, ну вот при обыске в офисах компании Евгения Викторовича Пригожина в Петербурге были обнаружены не только газели с шестью миллиардами рублей и коробки со стиральным порошком, который, значит, бодрит и веселит людей в случае военных мятежей. Но и с порта трех двойников Пригожина, один из которых потолще, другой потоньше и так далее. Если у Пригожина может быть два или три двойника, то почему, собственно, не может быть его патрона? Я думаю, что это, видимо, практика какая-то. И реально, если есть пригожинские двойники на разные случаи жизни, то логично предположить, что где-то он это подсмотрел, и, может, начальство как раз этому и научился. Потом есть два самые главные противоположных паттерна поведения Владимира Путина, подтверждаемых, в общем, людьми, которые с ним встречались, там, и боевыми офицерами, и журналистами Пула и так далее, что нужно сидеть на карантине неделю, прежде чем тебе будет дозволено к сапогу припасть. И есть другой человек совершенно, мы видим большое расстояние, которое соблюдается между случайными гостями, включая государственных лидеров иностранных, и царем. И есть какой-то другой совершенно человек, который, ну, запросто трется в толпе с людьми, прижимается своей ботоксной щекой к нежным щекам на дагестанских девушек и так далее, и так далее. И все это у него не вызывает совершенно никакой гермофобии и никакого отторжения, да, и агрофобии у этого человека тоже никакой нет. То есть он выходит на открытое пространство, всячески там братается и обменивается микрокаплями и флорой, значит, с народом, и ничего ему от этого не бывает. И говорит он, кстати, на публике очень странные вещи, довольно бессвязные и какие-то, ну, просто анекдотически смешные, да, и рисует каляки-маляки. То есть, ну, странно себя ведет человек. То есть если это Владимир Владимирович Путин, то у меня большой вопрос к российским элитам, так называемым, да, субъектности которых очень пришлось за последние, там, полтора года мне усомниться, но не страшно ли вам, что именно вот такой человек ведет этот лайнер, как бы, на котором вы все летите в направлении горы или, там, за рулем автомобиля, который летит в бетонную стену, уверены ли вы в том, что человек, который откалывает такие странные цитаты, готов, в общем, действительно понимает, что делает, и несет ответственность за ваши жизни, не говоря о тех уже лишениях, на которые вам, дорогие представители так называемой элиты, пришлось за это время пойти. Да, ну, об этом очень много разговоров и надежды, на самом деле, на представителей элиты, в том числе в контексте ядерного взрыва, ядерного удара теоретического, о котором Путин то и дело говорит, Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, и не только они, и очень многие, Картополов, или Караган, прошу прощения, написал даже целую статью о том, как необходимо наносить ядерные удары по центрам принятия решений на Западе. Я просто не до конца, знаете, отвечаю себе на вопрос, есть ли в элитах те люди, которые могут схватить его за руку, и есть ли те, к кому можно обращаться в надежде на какой-то разумный шаг, на разумное понимание ситуации, что вообще в этих элитах происходит, можно ли сейчас судить? Знаете, ну, очевидно совершенно, что долгие годы кооптации, назначения собственных, достаточно беспомощных, бессмысленных креатур на руководящие посты людей, которые во всем ему обязаны, и которые без него, вероятно, все потеряют, не только свои совершенно чудесным образом снизошедшие на них блага, но, возможно, и голову, все эти люди, разумеется, будучи от него очень, ну, тотально зависимыми, наверное, до какого-то момента запрещали себе просто думать о том, в какую авантюру их втянули, да. Они принимали решения, соображения личной безопасности, потому что за ними, я думаю, гораздо более пристальная слежка установлена, чем за представителей либеральной оппозиции, и случайные смерти постигают их, в принципе, чаще, чем представителей оппозиции, там, в особенности, там, несколько, там, бывших директоров ГРУ. Умерли случайно в 50 лет, ни с того ни с сего чиновники Минобороны выпадают из окон, и менеджеры газовых компаний каким-то образом погибают вместе с семьями. То есть я думаю, что они гораздо в большей степени, и тем более это они не могут не обсуждать между собой кулуарно, да, и у них есть ощущение, что теневые чистки так или иначе в отношении нелояльных, по крайней мере, там, в отношении некомпетентных нет их, но в отношении нелояльных чиновников и, там, топ-менеджеров государственных, они происходят уже. Наверное, вот этого они боятся. Схватят ли они его за руку в случае, если будет отдана команда, нажимать на красную кнопку? Вот это большой вопрос. Но мне кажется, что и то, что сейчас с Пригожинским мятежом произошло, и как реагировала армия, и как реагировали внутренние войска, как реагировал сам Путин, все это нам дает повод задуматься о том, насколько армия по факту ему лояльна. Не накопилась ли усталость от войны и от бессмысленных жертв внутри самой армии, да, потому что самое удивительное здесь не то, что Пригожин повернул на, в общем, своего создателя, да, напрыгнул на него, как говорят в Твиттере. Самое удивительное здесь в том, что никакого организованного сопротивления практически не оказали никакие силы, ни вооруженные силы, ни внутренние войска Росгвардии, ни спецслужбы, фактически, которые должны были бы мятежника нейтрализовать и у него на пути встать. Все это выглядело то ли соучастием в заговоре, то ли тотальной какой-то беспомощностью. Дмитрий, задумываетесь ли вы о том, в каком моменте сейчас находится Россия? Как вы оцениваете этот исторический этап? Я, наверное, мягко так пытаюсь подвести к тому, есть ли у нас надежда, должна ли у нас она быть в каких-то обозримых перспективах? Ну, у нас у кого? У нас, да, в Российской Федерации. Да, у либеральной общественности, да, с вами. Да, у либеральной оппозиции, я думаю, надежды маловато, да, и начинаешь понимать, глядя за тем, как развивается вся эта ситуация, что, наверное, не бывает следствий без причины, да, наверное, если бы не влез Владимир Владимирович Путин в бессмысленную, кровавую, ничем не оправданную войну и не начал бы ее проигрывать, не было бы необходимости делать такую ставку у него на частные военные компании. Если бы он не вооружил 25, на самом деле, больше тысячи головорезов и не снабжал бы их миллиардами и миллиардами долларов из государственного бюджета, предоставив им независимость и определенную оперативную свободу, то они бы не могли развернуться и пойти на Москву. Не было бы этого, не зашаталась бы центральная система управления государством, и не увидели бы мы, что на самом деле ослабленная войной армия и репрессивный аппарат, который, в общем, совершенно другие вещи заточен, и знает, что делать со студентками и стариками, совершенно теряется, когда речь заходит о закаленных в боях наемниках. То есть все это, я не вижу, как бы это все привело, вот это нынешнее развитие ситуации, к тому, что вдруг выйдут на улицы Москвы сотни тысяч благонастроенных и думающих о свободе и демократии граждан, и как эти люди смогли бы вдруг мирным путем власть в стране взять. Сейчас вырисовывают совсем другие сценарии, и скорее в них будут преобладать сценарии военных переворотов. Ну, понятное дело, что все мы умны за этим числом, и теперь это кажется более вероятным. Так или иначе, в борьбе за власть побеждать будут не те люди на первых этапах, по крайней мере, которые хотят, чтобы все было по-честному, и война закончилась и так далее, а будут побеждать те люди, у которых сейчас больше всего ресурсы, которые наиболее отчаянно настроены. Ну, то есть может прийти кто-то похуже Путин, да, об этом тоже много сейчас говорят. Из самого начала полномасштабной войны в Украине, вы наверняка слышали, возможно, вы поддерживаете эту мысль, да, было сказано, что Владимир Путин, он себе обеспечивает место в учебниках истории, потому что у него мания величия, он там обсессивен и прочее, прочее. Можно ли уже сейчас сделать вывод о том, какое это место, собственно, занято Путиным, и будут ли о нем говорить, например, в России через многие годы, как о Сталине, что все не так однозначно, и вообще-то он там много всего хорошего тоже дал Советскому народу и Советскому Союзу, или как-то иначе, вообще, кто этот человек, вот если попытаться отступить буквально на шаг, вы можете себе позволить, как писатель, более общую картину, что ли, увидеть? Вы знаете, мне кажется, что Владимир Путин, я об этом уже неоднократно, мне кажется, раньше говорил, преследовали сомнения в значимости и масштабе собственной фигуры в истории Российской Федерации и вопроса о том, какую роль он сыграет и так далее. Как, в общем, со всеми людьми, попавшими на свое место случайно, которых терзает в связи с этим комплексом Азванца, он этот вопрос себе задавал, и многое из того, что он делал, было прежде всего направлено на то, чтобы эту неуверенность в себе его каким-то образом загладить, и этот вопрос компенсировать. И человек постоянно в последние годы, увлекаясь очень сильно изучением российской истории, сравнивал себя по масштабу с другими государственными деятелями, прежде всего с царями, конечно, ну или с великими диктаторами, в руках которых наше само многострадальное отечество периодически оказывается. Вот Ленин отдал Украину, в смысле Ленин создал Украину, Горбачев вот это сделал, Асталин вот то делал, а я что делаю? А вот Николаев, вот это. Он неоднократно сравнивал себя с Петром Первым. Это один из любимых. Первый, безусловно, создатель одного из прологов современного российского государства, человек, прорубивший окно в Европу, принудительно страну модернизировавший, несмотря на сопротивление элиты и так далее. Разумеется, когда ты стоишь в этой череде, ты себя сравниваешь, ну там в лучшем случае с Махатмой Ганди, да, но скорее всего ты сравниваешь их со своим предшественниками, себя со своими предшественниками. И, ну там, за исключением Крыма, выходило так, что сравнение выгодное было не очень. 20 лет у руля, и что? Ну вот, и, конечно, человеку 70, он думает, что ну мне там осталось 10-15, может быть, лет. То есть самое время для того, чтобы совершить последний рывок и себя решительно вписать в скрижаль не только российской, но и мировой историей. И я думаю, что мотивации для начала этой войны, они были прежде всего личностные. То есть это и самоутверждение перед Западом, и самоутверждение перед украинским руководством, и вообще диалог с историей и со своими предшественниками, которые как будто бы молчаливо взирали на него там с, не знаю, с чего, с полок, с учебниками по истории там и Соловьев, и Ключевский, и все остальное. И все говорили, ну а ты что? Вот он решил дать такой ответ, что я. И как же он будет упомянут через годы? Я думаю, что, безусловно, в учебнике истории Владимир Владимирович Путин себя вписал. И прежде всего главу, которая повествует о несоответствии масштаба личности за их заявленным характеристикам. Потому что дело в том, что путинское правление, это в очень большой степени правление, прошедшее под эгидой пиара, который потом превратился в пропаганду. Это искажение действительности, создание, в общем, ширмы создания, создание фасада, на котором может быть все что угодно нарисовано, но за которым происходят совершенно другие, независящие от фасада или часто противоположные ему процессы. Россия сначала притворялась демократическим государством, за этим фасадом скрывалась, в общем, насквозь коррумпированная банановая республика, потом она притворялась этой империей какой-то возрождающейся, то ли желто-черно-белой царской, то ли красной советской, но оставалась за фасадом все равно банановой республикой, насквозь коррумпированной, как мы сейчас видим, с прогнившей не только системой государственного управления, но и армией. И при этом, разумеется, когда долго у тебя есть контроль над всеми медиа, и ты можешь этот образ усилиями талантливых людей создавать, не только население твое начинает в большинстве своем верить в этот морг, но и ты сам становишься в какой-то момент заложником, созданным по твоему же заказу пропагандой образов. Ты начинаешь верить в собственную историческую роль, и население начинает верить в то, что все это продолжение некой великой исторической миссии, которая возложена на народ. А дальше выясняется, что нет никакой второй в мире армии, а есть орды бандитствующих и мародерствующих, дезорганизованных и совершенно недисциплинированных, варварски ведущих себя солдат, которые почему-то сразу же скатываются в никак не обоснованную, в немотивированную жестокость. Есть генералы, которые не способны принимать решения, и безжалостно совершенно, как мусор, относящиеся к этим своим солдатам, бросающие их в окопах без боеприпасов и без снабжения. Ну и так далее. Есть население, которое на бумаге или там по звонку из ФСО, который притворяется ФСО, или с ФСО, который притворяется ФСО, значит, это то, что я думаю, что это в принципе одно и то же, и вообще российской социологии у меня доверие ноль. Звонят тебе и говорят, ну ты поддерживаешь? Ну-ка, Люсей говорит, ну конечно, поддерживаем. Ну мы поддерживаем, все, там царь, там отечество, вера, все. Но когда предлагают людям эту поддержку свою чем-то закрепить и продемонстрировать, например, на фронт пойти, идут на фронт буквально с какие-то доли процента. Да, это правда. И не было никакой попытки отстоять Владимира Путина, когда угроза нависла над Москвой. Вы сказали, талантливые люди, имея в виду пропаганду, Дмитрий. Как вы себе вообще объясняете феномен эффективности российской пропаганды? Или там нет никакого феномена, и это легко объяснить? Нет, ну есть, безусловно, есть, безусловно, люди хорошо наученные и поднаторевшие в своем ремесле. Но пропаганда, конечно, может быть, не была бы настолько же эффективной, если бы у нее была какая-то альтернатива. Фактически все мейнстримовые СМИ выступают в совершенно зачищенном, безальтернативном информационном поле и пользуются грандиозным ресурсом, в том числе финансовым. Но не были бы они настолько, наверное, убедительны, если бы они не использовали существующие нарративы, эмоциональные потребности и еще с советских времен существующие тропы, то есть вот такие как бы микросюжеты сказочные, в которые укладывается многое. Я думаю, что в целом население, конечно... То есть если завтра скажут, что это все было не так, цепляться за... продолжать цепляться за старые нарративы продолжат очень немногие. Как ни парадоксально, и вот что выясняется из реалий жизненных, люди, пожертвовавшие чем-то ради этой лжи, или, например, родственниками своими, потерявшие там родных и близких, вот они... И, наверное, в этом, кстати, объяснение феномена, приписываемой рабской психологии, когда жертвы, родственники жертв сталинского террора остаются иногда поклонниками Сталина, потому что уже единожды чудовищным образом от себя самих отказавшись и поверив из страха, я думаю, в первую очередь, заставив себя поверить в то, что их родные действительно были врагами народа, вот так себя самого переломив, потом они становятся заложниками вот этого своего собственного решения отказаться от родных ради конформизма и ради... Ну, в общем, из страха на то, что иначе репрессии перекинутся и на них тоже. И потом они, когда даже уже угроза миновала, никакого Сталина больше не существует, учитывая, на какие грандиозные усилия им пришлось пойти для того, чтобы себе объяснить необходимость убийства своих членов и семьи, своих родных и близких, потом они вот единожды это решение приняв и себе один раз этот хребет сломав, дальше уже начинают защищать свой собственный, в общем, по большому счету трусливый выбор, доказывая себе, что это не из трусости было сделано, потому что действительно они приняли тогда искренне и честно аргументацию по репрессивной машине, которая якобы их родственников как врагов народа изобличила и уничтожила. И я думаю, что сейчас ситуация имеет шансы на повторение, поэтому мы не видим пока все еще повального восстания нематерей, потерявших своих детей, ни, собственно, самих за пределами украинского плена там раскаивающихся солдат, потому что когда ты не только внешне в эту ложь поверил, но еще чем-то за это заплатил, убедил себя в этом, когда у тебя личные потери присутствуют, ты пытаешься эти потери себе постфактум продолжать оправдывать, даже когда официальная риторика уже меняется и когда государство уже перестает требовать от тебя в это верить. А тут интересно еще, как работает пропаганда, вот эта пропагандистская машина, не дающая серьезных сбоев, по крайней мере, в последнее время. Вот, например, Маргарита Симоньян, она верит в то, что говорит? Или это какая-то рациональная... Маргарита Симоньян совершенно не верит, я думаю, что как и Соловьев, они находятся... Абсолютно не верят. Я думаю, что она суперпрагматичный человек, как и Соловьев тоже, и они в другой системе координат находятся. Я думаю, что они ощущают себя гроссмейстерами игры и удовольствие настоящее получают от того, именно насколько они убедительно могут свою паству, вчера убежденную ими же в обратном, сегодня убедить в чем-то противоположном. И там не критериями этическими, а допустимости правды и недопустимости лжи люди руководствуются, они как бы ощущают себя демиургами и понимают, что ведут некий бой смертный в интересах не только своего любимого начальника, но и себя самих, конечно же. И дальше, ну, если сегодня обстоятельства требуют говорить одно, то мы будем говорить одно, если завтра обстоятельства будут говорить другое, мы будем говорить другое. На примере Пригожина это хорошо видно, как и на всех остальных примерах, там тоже Соловьев... Переобувается воздух, как это принято. ...нужен Россию, война недопустима с Украиной и так далее. Но переобувается на лету человек, и как бы нет в этом ничего удивительного. Я думаю, что он упивается своей способностью взять эту свою пустоголовую паству и совершенно из другой кастрюли черпаком ей туда зловонные жижи в эту голову их налить, и восторг будет полный его искренний от того, что вчера люди, твердившие одно, след за ним сегодня, след за ним твердят совершенно другое. Есть ли у него проблемы с совестью из-за того, что он сам понимает, что это все тотальная ложь? Ну, я думаю, что люди себя ощущают на линии фронта, как бы в борьбе, в войне на выживание, и там совершенно другие у них приоритеты. Они не за все хорошие, против того плохого, они просто за выживание и бьются до конца. Хочу еще успеть важную тему затронуть, тему, которая волнует, ну, прежде всего, тех людей, которые уехали, хотя и тех, кто остались, несомненно, тоже. И пропаганда отменой русских, русской культуры, русофобии очень активно манипулирует. Вы живете в Европе, Дмитрий, вы успешный писатель, вы едва ли не самый продаваемый русский писатель в Западе и на России, насколько я могу судить. Значит ли это, что проблема неприятия русских, русской культуры, русской науки и так далее, и так далее, что эта проблема надумана? Как вы это оцениваете? Я считаю, что вообще этой проблемы не существует. Есть проблема неприятия той культуры, которая добровольно поставила себя на служение сатане, то есть российскому государству в его нынешней форме. Но когда Кенслет Нетрепко, которая была доверена лицом президента и всячески с ним фоткалась, и отдавала добровольно ему часть своей харизмы, зная, что несведущие и простодушные некоторые сограждане считают, что ушел с Нетрепко, если любит президента, то и я буду любить президента и так далее. Как, в принципе, эта система работает. Но у таких людей бывает, что Кенслет, и то Кенслет их не тотально, потому что, насколько мне известно, она собирается в Кенслете в Баден-Бадене где-то выступать и так далее. А уж что говорить о классиках, ну, может быть, пошла вначале какая-то чуть-чуть эстетическая волна, но это была волна очень неглубокая и невысокая, и она как пошла, так, в общем, и закончилась. Я лично... Дмитрий Шендерович, а Ленур Горалик, было несколько громких примеров. Несправедливого кенселинга. Это не кенселинг со стороны европейцев был. Ленур Горалик была приглашена эстонскими организаторами этого форума или фестиваля туда, и это была просто принципиальная позиция приглашенных на этот же форум украинских авторов, которые сказали, что не могут выступать с русским писателем, вне зависимости от того, писательницы, вне зависимости от того, какие позиции писатель и писательницы занимают, в рамках одного мероприятия. Но украинские авторы тоже, они должны думать о том, что они сейчас выезжают из Украины в Эстонию, потом возвращаются в Украину, и там внутри страны звучат голоса, которые говорят, как же так, ты с врагом об одном мероприятии участие принимаешь и так далее. И эта угроза этой обструкции заставляет, в том числе и украинских некоторых деятелей культуры, занимать более радикально непримиримую позицию вовне, чем они, может быть, заняли бы ее, если бы не было такого давления. Но, опять же, это страна, которая сражается за свое выживание, ведет отечественную войну, и в их положении, так сказать, начать дифференцировать русских на хороших, плохих и средних, это было бы проявление какого-то, ну, очень большого великодушия, мудрости, да, и так далее, которые мы не можем ждать от людей, ведущих военные действия. Они просто как бы выживают. Я, например, тоже не жду, Дмитрий. Одновременно с этим есть ощущение, что позиция украинцев часто влияет и на позицию приглашающих сторон, европейцев, американцев. Вы слышали о последнем, наверняка, скандале в Соединенных Штатах Америки с Машей Гессен, Анной Немзер и так далее. В общем, вы считаете, что это преувеличенная тема? Я считаю, что это, возможно, отдельные случаи существуют, но именно потому они привлекают внимание, что все еще являются исключениями из правил, а не правилом. Я с этим, повторюсь, не сталкивался, и я лично ни одни свои дружеские отношения с украинцами, с моими украинскими друзьями не разрушил. И, ну, как бы, зависит много, наверное, от круга общения. С одной стороны, с другой стороны, от личного опыта тех людей, которые, находясь в этой не просто стрессовой, а катастрофической зачастую ситуации, теряя своих близких, могут через себя переступить и сказать, ну, не все русские такие, а кто-то, ну, подпадает просто под влияние момента, и ему проще ради самосохранения психологического какого-то все это обобщить. Повторюсь, я совершенно никакого кэнселинга на себе не ощущал. Есть иногда позиция в каких-то отдельных случаях, каких-то там конкретных партнеров, перестраховочные, но не потому что они действительно враждебно как-то настроены к русской культуре, а потому что они боятся каких-то возможных реперкуссий, обструкций и так далее. Повторюсь, я считаю, что русская культура как раз в основной своей массе, литература уж точно, стояла всегда на стороне не государства, а простого человека, которого это государство пыталось оболванить, оскотинить и в различные, в общем, людоедские свои какие-то передряги втянуть. А культура, наоборот, всегда этому пыталась противостоять, пыталась двигаться, наоборот, и к очеловечиванию, и просвещению расчеловечиваемой государственной пропагандой, милитаристской, ура, псевдопатриотической людей. Именно поэтому не работает никак, несмотря на все усилия и продвижение Z-поэзии, которая, ну, просто, это ужасно, не талантливая. Это очень скверно, это очень плохо, да. Это очень плохо, а плохо это не только потому, что это пишут, а еще и потому, что очень часто, я думаю, что не очень часто, а в подавляющем большинстве случаев за этим нет правды. Понимаете, это заказ, это фальшивка по конъюнктурным соображениям, создаваемая. Вот в чем дело. И поскольку информационное пространство в России является пространством сегодня, на самом деле, дезинформационным, полностью замусорено ложью, извращено и извращено как раз в интересах государства и не в интересах простого человека, то только к искусству можно обращаться за какой-то точкой опоры, за тем, чтобы найти какую-то правду и точное описание происходящего. Тем более, что пока это была какая-то абстракция, борьба с печенегами полцами и жидомасонами англосаксами, это была одна история. А когда это превратилось в войну настоящую, в которую можно по лотерее попасть любому человеку, и любому же человеку можно по этой лотерее сложить там голову, ты начинаешь себе так или иначе, пройдя эту эпирическую проверку, вопросы задавать, есть ли в этом правда или нет, есть тут за что умирать или умирать тут не за что. И судя по моральному состоянию российских войск, которые мы наблюдаем в видео, записываемых с фронта, ощущение истинных целей и правды, за которые стоило бы там умереть, у людей совершенно нет. Иначе не было необходимости ни в каких заградотрядах, которые в спину людям на передовой стреляют, чтобы они назад не пошли. Ну вот. Да, я хочу успеть еще спросить вас об уголовном деле, о фейках про российскую армию, которая у вас есть, заведена на вас. Совсем недавно Илью Красильщика, бывшего издателя «Медузы», приговорили к восьми годам заочно. У вас, насколько я понимаю, еще нет решения суда. Я хотела вас спросить, какие у вас ощущения от этого заочного действия, от того, что вы как будто бы в безопасности, но одновременно с этим вы знаете, что вам категорически нельзя домой, на родину. Как вы себя в этом смысле самоопределяете, идентифицируете? Как это вам сложно или вам уже плевать? Ну, привыкаешь к любой ситуации. Конечно, вся эта история длится уже, на самом деле, больше года. Началась она там в мае, что ли, прошлого года. И за это время, конечно, ты успеваешь привыкнуть к этому самоощущению. Потом, ну, то есть главное, что здесь на самом деле, то есть есть два аспекта, ощущение себя в безопасности или в небезопасности, и ощущение собственной правоты и неправоты. Поскольку российское государство себя давно уже, сейчас окончательно зарекомендовало, это государство неправедное, и поскольку закон, по которому меня пытаются судить, это закон людоедский и иезуитский, да, то есть это запрет говорить правду о военных преступлениях, совершаемых российской армией в целях сохранения, ну, узурпационного путинского режима, то я себя ощущаю правым, и поэтому никакого супердиссонанса у меня здесь не возникает. Я понимаю, что я здесь молодец, а они как бы не молодцы. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается безопасности, ну, наверное, в Европе можно себя относить на безопасность ощущать, хотя не в тотальной. Ну, и есть серьезные очень логистические ограничения, связанные с перемещением не только в Россию и над Россией, но еще и вокруг нее, и в целом ряде стран, и СНГ, и так далее. Вот это все, конечно, немножко усложняет жизнь. С другой стороны, наверное, ну, просто критиковать власть, зная, что за это ничего не будет. Тут это как бы эмоционально, не то чтобы это придавало весы моим словам, но я чувствую, что без этой цены, которую мне так или иначе приходится платить за сохранение свободы высказывания, слова эти были гораздо более легковесные. И как бы, ну, если надо платить чем-то за возможность продолжать говорить правду, а это, в общем, единственное, чем я пытаюсь по мере сил заниматься, значит, приходится эту цену платить. При этом ваши книжки с маркировкой наверняка, да, продаются все еще в российских книжных магазинах? Книжки продаются. Но при этом снимать кино... Получить никак нельзя. А, деньги нельзя получить. Это как во сне, нашел клад, но пытаюсь его из основа вытащить наружу, как бы в реальный мир, а он не вытаскивается. Ну, вот такая же история с этими продажами книжек, как бы там они продаются, но сделать с этими деньгами ничего нельзя, да. Да, но кино, по вашим произведениям, я так понимаю, уже больше не снимают, не рискуют. Все кинопроекты были заморожены еще, там, два с половиной года назад, на самом деле, три года назад, да. Вот после того, как я публично поддержал Алексея Навального после его ареста, да, был такой эмоциональный момент, был невозможный человек, который только что отравили, еще арестовывает. Я старался, в принципе, по мере силы-то, как бы, поддержки любой политической партии дистанцироваться, в том числе и от Навального. Но это был слишком вопиющий же случай. Я списал, в общем, видео в поддержку Алексея Навального. Оно превратило меня в фигуранта санитарного дела, так называемого. И вот с этого момента все мои кинопроекты были закрыты. Да, это понятно. Я в завершение хотел бы вас спросить, вот вы встречаетесь, например, условно, в Германии, с какими-то новыми людьми, вы представляетесь, вы как себя идентифицируете, кто вы? Я Дмитрий Глуховский. Ну, вообще, я как бы писатель русский. Российский, русский, да. Ну, русский имеется в виду не с точки зрения национальности, да, потому что я русский не целиком, а вот она там примерно половина. Ну, русский писатель имеется в виду попадание в образ какой-то существующий в европейской культуре русского писателя. И как это обычно воспринимается? Встречали ли вы хоть раз дополнительные вопросы? А какой именно? А кого вы поддерживаете? А на чьей вы стране? Или это исключено? Нет, ну, конечно, среди людей, которые политикой интересуются, да, или которые интересуются просто новостями хотя бы, дальше это вызывает, ну, интерес и развитие дискуссии. И я, разумеется, о своих позициях достаточно прямо людям рассказываю. Но отторжений, конфликтов, драк, споров яростных у меня не возникало. Это отлично. И салгом. Спасибо вам. Очень интересные 45 минут мы с вами провели вместе на «Дожде». Это Дмитрий Глуховский, русский писатель. Благодарю вас. Спасибо большое. К нам присоединяется прямо сейчас писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам. Очень рада вас видеть в эфире «Дождя», как всегда. Начала бы я с Россией все-таки. А там, очевидно, началась придурная кампания Владимира Путина. И эта придурная кампания оказалась прямым образом связана с борьбой с ЛГБТ-движением, с запретом ЛГБТ-движения, как экстремистская организация, очевидно, это нас ждет 30 ноября, с борьбой с правами женщин и прочее, прочее. Как вы думаете, вот эти традиционные ценности, верят ли в них избиратели в России, вообще люди в России, большинство людей, скажем так, потому что статистики у нас нормально нет, поэтому мне интересны ваши ощущения. И верят ли они и Владимиру Путину? Знаете как, мне кажется, что в любом опросе общественного мнения, проводящегося сейчас в России, люди имеют в виду, в первую очередь, что их видят или с ними разговаривают, или им звонят на телефонный номер, то есть их каким-то образом идентифицировали. И поскольку люди находятся в контексте всей той оголтелой, с одной стороны, пропагандой, то, включая пропаганду ненависти и, с другой стороны, пропаганду, безусловно, лоялизма, любым, включая самые человеко-ненавистнические и людоедские инициативы российской власти, люди знают, что они проверяются сейчас на вшивость. И поэтому они дают тот ответ, который необходим, чтобы дальше продолжить спокойно существовать, не привлекая внимания власти и ее карательных органов. Поэтому, когда человека спрашивают, поддерживают ли они консервативные ценности, он понимает, что если по телевизору только про них говорят, то, наверное, лучше сказать, что он их поддерживает. Надо напомнить вам, что пропагандируют консервативные ценности у нас люди, начиная с Владимира Путина, которые ведут совершенно закрытый, никому непонятный образ жизни, явно совершенно никакого отношения к консервативным ценностям, отношений не имеющих. Человек разведен много лет, и мы ничего не знаем про его личную жизнь. Совершенно очевидно, что это недобропорядочный отец семьи. И остальные люди, которые это знамя борьбы за семейные ценности подняли, Это люди, мягко говоря, сомнительной семейной репутации, которые, ну, понятное дело, как и многие другие люди властью отягощенные, развращенные, имеющие массу привилегий, которые власть дает, совершенно ничем не стесняемые в своей личной жизни. Но это люди именно те, которые нам предлагают не ковыряться в носу, скажем так, как вы не говорите, знаете. Да, кстати, я думаю, что люди все это понимают прекрасно. Люди понимают, что лицемеры учат их морали. Почему именно эта тема получила такое широкое развитие, такое применение активное? И вот так именно это навязывается сейчас. Ну, потому что строят декорацию правой диктатуры, и в правых диктатурах фашистских именно эта тема всегда используется в качестве какой-то идеологической прошивки. Тут у тебя и биополитика, контроль за правом человека отправлять те или иные свои естественные потребности биологические, контроль за тем, как он живет, навязывание людям, которые не совсем по православным или исламским канонам живут, чувство вины и ощущение инакости, преследованности в обществе, что повышает их политическую лояльность. Как мы видим на примере многих и многих представителей подпольного ЛГБТ-движения, которые присутствуют у нас в правительстве, на эстраде и так далее, которые вынуждены гораздо более яркую элитскую позицию занимать, чем люди, которые, в общем, ведут обычный какой-то гидроскесуальный образ жизни. И это именно так работает. Это, в Тругацке, в частности, описано, знаете, в Обитаемом острове, когда были там у них люди подвержены, не подвержены, наоборот, излучению башен, и именно, с одной стороны, они всем управляли, а с другой стороны, такие, как они в области не вошедшие и преследовались. Вы знаете, наверняка вы встречали, Дмитрий, вот этот тезис о глубинном народе русском, которому нравится, которому заходят вот такие месседжи со стороны власти. То, что мы с вами говорим о статистике, которую невозможно представлять при нынешних обстоятельствах, как в нынешних условиях, это как бы не важно, а важно то, что путинский консерватизм, фашистствующий, он откликается в сердцах большого количества россиян. Вы бы согласились с таким утверждением? Я думаю, что надо следить за статистикой по бракам, по разводам, по абортам и так далее, и так далее. Российское общество совершенно не архаичное, это современное общество, которое, если от чего-то страдает, пострадает от недокормленности, и которое не было бы совершенно к мракобесию склона, если бы его в мракобесии палками ментовскими не загоняли, понимаете? Поэтому я не считаю, что консервативные ценности искренне народу близки. Возможно, прослойка людей, которые каким-то образом за ультраконсервативные ценности, благодаря нагнетанию со стороны государства, пропагандированию ультраконсервативных ценностей со стороны государства, при помощи всех доступных государственных каналов, и системы образования, и системы масс-медиа, и административного ресурса, возможно, эта прослойка выросла немного. Но если вы просто, ну, мы с вами не можем, к сожалению, в Российской Федерации посмотреть вокруг себя, но, судя по отчетам и рассказам всех моих друзей, которые все еще в России находятся, ничего похожего на консервантизм, они вокруг себя не замечают. Скорее, это больше похоже, насколько я понимаю, на Берлин между мировыми войнами. Мои ощущения ровно такие же. Все-таки не могу вас не спросить о надвигающихся выборах. В Российской Федерации кандидат будет один, хотя формально будет еще несколько. Как вы воспринимаете это предстоящее действие? Какие у вас мысли на это? Думаете ли вы об этом вообще? Знаете, с моей точки зрения, выборы в авторитарных режимах и тоталитарных режимах принимают какой-то неожиданный оборот, только когда возникает момент хрупкости, и тогда они важны. Мы сейчас, к сожалению, момента хрупкости российской власти не видим. Последний раз это был бунт Пригожина, когда он шел на Москву и продемонстрировал нам, что власть на самом деле является колоссом на гринных ногах. И с этой угрозой, с угрозой вооруженных наемников, которые вдруг перестали быть лояльными, нанимателю власть не знала, как справиться. С превращением выборов в ритуал покорности верховному правителю власть справилась давно. Ни одного реального кандидата, который мог бы путь как-то конкурировать с Путиным, власть не допустит, включая, разумеется, и кандидата, который озвучивает какие-то либеральные мысли или антивоенные мысли. Совершенно очевидно, что все люди хоть как-то мало-мальски значимые от этих функций оказались, включая, видимо, Григория Явлицкого, который заведомо балаганя принимать участие не хочет. И нашли человека совсем уж незначимого, который только талипу, прошу прощения, легитимности должен был бы обеспечить, но он, разумеется, из-за крайне малого своего электорального веса узнаваемости никакой легитимности этим выбором не обеспечит. Говорят, что Евросоюз и сегодня Штаты не собираются этих выборов признавать. Я думаю, что это наиболее правильный подход признать, что это не выборы, что власть в стране давно узурпирована, и что никакой демократии у нас давно уже пахнет, и никаким образом эти выборы, новый срок Владимира Путина во власти легитимизировать не могут. Интересно, изменится ли что-то в восприятии реальности Владимиром Путиным, если на Западе не признают легитимными эти выборы? Есть ощущение сейчас, впечатление, объективные показатели, в общем, таковы, что у него многое получается и ему во многом везет? Вы знаете, мне не кажется, что многое получается и во многом везет. Мне кажется, что развернута, обширная, очень информационная кампания, с одной стороны, в Украине с просьбой не избавлять темпы финансирования. Лично я, честно говоря, синхронно вышедшие два интервью, с одной стороны, Владимира Зеленского, журналу «Тайм», и с другой стороны, Валерия Залужного, журнала «Экономист», воспринял именно как просьбу не избавлять темпы поддержки. И это приурочено, эти были интервью к выходу, прошу прощения, к обсуждению в Конгрессе финансирования Украины в следующем году. И то, что несколько панических интонаций были там заданы, я думаю, что эти панические интонации, они достаточно инструментальны были. А то, что касается победных реляций, связанных с тем, что в России все потрясающе хорошо и будет еще лучше, мне кажется, это тоже попытка оказать психологическое давление на западную общественность, на западных политиков, потому что никакой положительной динамики для Российской Федерации, честно говоря, мы не видим. Ну, то, что сагнация какая-то произошла, то, что контрнаступление каких-то потрясающих успехов не достигло, ну, как бы, и что? Это не значит, что Россия выигрывает. Лично я, когда меня западные журналисты в том числе спрашивают о прогнозах на течение этой войны, я закладываю 10 лет пребывания, следующие 10 лет пребывания Владимира Путина во власти, с которым, разумеется, добровольно никуда не уйдет. И хотя бы потому, что он никаких преемников, как это было в случае с Сергеем Ивановым, Дмитрием Медведевым в общественное поле не выводит, никакие такие сценарии совершенно очевидно не рассматривает. О преемственности власти не заботится, никаких гарантий себя обеспечить не пытается, совершенно очевидно он будет править на Раме и столько, сколько позволит жизненный цикл его. И все это время Россия так или иначе будет вести войну с Украиной. Я, кстати, тут попросила коллегу уточнить по поводу Григория Алексеевича Ивлинского. Он не отказывался от участия в выборах, он лишь сказал, что обстоятельства таковы, сейчас я процитирую, в настоящее время ситуация в стране такова, что эта инициатива должна исходить о выдвижении кандидатом в президенты от людей, от народа, от избирателей. И он якобы собирается собрать 10 миллионов подписей. Но, ладно, дело вовсе не в этом. Я благодарю вас за оценку ситуации в России и вокруг России. Чему уж удивляться в наше время, казалось бы. Но вот история про письмо Бен Ладена, написанное 20 лет назад, опубликованное на сайте Guardian, которое сейчас завирусилось в ТикТоке, в Твиттере, не только. И вот молодые люди, читающие это письмо и говорящие о том, что теперь у них раскрылись глаза, теперь они все поняли про американский империализм. Как вы это оцениваете? Что это? Это какое-то из ряда вон выходящее событие? Это знак времени? Или это просто обычная история с молодыми, не очень образованными людьми? Вы знаете, здесь есть, мне кажется, два элемента. Первый элемент — это формирование... Ну, это на самом деле в Соединенных Штатах Америки периодически возникают движения левого толка, которые настроены антиимпериалистически, скажем так, как будто бы человеколюбиво, и в случае движения в Хиппи, например, американским антивоенным движением, протестующим против войны во Вьетнаме, это по-настоящему было движение, исключительно пацифистское движение, несопротивление, в том числе, американским силовым органам и так далее. И сейчас, как бы, ну, вот так получилось, что палестинская повестка, искаженная, захватила умы конспирологически, в том числе настроенных, левых взглядов, американцев, и не только американцев, но и европейцев. Большая победа Хамас, я не сказал бы, что это победа палестинцев, большая победа Хамас, это то, что им удалось международному левому движению, который, в принципе, за все хорошее и все плохого, навязать искаженное представление о том, что произошло 7 октября в Израиле, и им удалось каким-то образом, я думаю, что это, судя по той скорости, с которой палестинская, пропалестинская и даже прохамасовская повестка захватила и ТикТок, и платную рекламу в Фейсбуке, и, значит, Инстаграм, и Твиттер, ну, это просто удивительно, это через буквально там несколько дней уже все было завалено контекстной рекламой, объявилось огромное количество роликов в ТикТоке, и какие-то не здесь откуда взявшиеся люди в Инстаграме приходили ко мне, например, которые никогда не были подписаны из-за моих про-израильских постов, там, с поддержкой Израиля, в связи с терактом 7 октября, немедленно вываливали на меня там кучу дерьма и так далее. Мне такое сложилось ощущение, что это была медиакомпания, подготовленная и каким-то образом, в том числе с Хамаска скоординированная, не знаю, кто за ней стоял, там кадры или какие-то другие международные организации, не террористического характера, лоббистского характера или идеологизированные, сказать, так или иначе, что палестинцам и прежде всего Хамас удалось перехватить это вот знамя и каким-то образом симпатии у международного левого движения вызвать. Это одна история. Другая история, и что очень обидно на самом деле, потому что в Израиле все последние 10 лет были очень сильные тенденции на сосуществование с палестинцами, требования к государству. Внутри Израиля было требование признания палестинского государства по малышленными правами политическими и представительством его международных организаций, и так далее, и так далее. Это долгосрочное мирное решение вопроса. И то, что сделал Хамас, это была целенаправленная, намеренная своей кровавости и чудовищности провокация, направленная тропедирование этого процесса, и направлено на то, чтобы превратить палестинцев в жертву, в мучеников, согласно фундаменталистской идеологии, и разрушение движения к миру, которое адвокатировала большая часть населения Израиля, больше половины. Наконец, про ТикТок. Прошу прощения, что долго? С нормально. Про ТикТок. С ТикТоком, ну вообще, в принципе, с социальными сетями, с Твиттером, и с ТикТоком в меньшей степени с Инстаграмом такая история, что теперь люди, которые генерируют контент, способный достичь миллионов и десятков миллионов людей, не проходят никакой премодерации. Дело в том, что и эти люди, условно говоря, в послевоенной Европе, которая сделала для себя очень серьезные выводы по поводу использования масс-медиа для разжигания ненависти и оправдания геноцида, унижения, расчеловечивания врагов и так далее, в Европе, Германии, в частности, в Австрии, в других странах, поддержавших нацизм, но и в странах, победившего либерального, так сказать, Запада, были приняты определенные выводы, сделаны определенные выводы, приняты определенные меры для того, чтобы избежать использования медиа, для того, чтобы приводить людей к озверяниванию и к скотиниванию. Это, в частности, было сделано при помощи преводерации и определенных ценностей, которые у редакций, газет, телеканалов, журналов были. И сейчас, уже имеется, когда контент может генировать любой человек, для этого достаточно иметь камеру на телефоне и сам телефон, ты не должен иметь никакого образовательного уровня. В принципе, пока не произошло скандала, ты можешь любую дичь людям рассказывать. И да, человек все еще устроен так, как он был устроен в пещерах, он занимается хипажорством, а люди, в свою очередь, как завороженные, смотрят ролики или слушают выступления в подкастах, которые крутятся вокруг темы насилия, несправедливости. И это отдельно, конечно же, тема, педалируемая любыми конспирологами, и ультралевыми, и ультраправыми, направлено на тех людей, которые достичь чего-то в жизни не могут, не удовлетворенные своей жизнью, приписываясь к завершим факторам, заговорам. И вот, собственно, получается, что тикток превращается в не просто падбище, а в, в общем, чашку Петри, в которой разводятся конспирологи, и в частности те конспирологи, которые пропагандируют язык ненависти, потому что просто это набирает просмотры, потому что просто это хайп, который имеет вирусный потенциал, и людей возражает. И мы это видим не только на востоке, на глобальном юге, условно говоря, не только в странах, условно-авторитарных, но и в странах демократических, где традиция проверки информации и блокирования языка ненависти в принципе достаточно бессбойно функционировала всю вторую половину 20-го столетия. Как с этим бороться сейчас, не вводя цензуру и сохраняя свободу самовыражения? Я думаю, что связиная часть человечества только предстоит понять. Да, это вопрос, на который вообще-то точно нет. Но это предстоит выработать, потому что способность людей призывать к уничтожению других расовых, социальных, этнических групп, и будучи при этом незамечены в суперлегкой, короткой клиповой форме, которая вызывает у тебя эмоцию, блокирует рациональное восприятие, исключает возможность рациональной сущностной дискуссии, и при этом супербыстро распространяется, это лесной пожар. Так что уже поздно будет потом каждому человеку, в особенности человеку непросвещенному, человеку, не имеющему ни специальной исторической подготовки, ни отличающему правды от лжи и подкасованных фактов от реальных фактов. Такого человека, в особенности, легко, мне кажется, любой, в соответствии с конспирологической, с другой стороны, человек, нефтической идеей, заразить в особенности, если человек находится в уязвимом эмоциональном состоянии. Огромная часть населения Земли после ковида, после ограничения с этим связанных, после пребывания в течение года с лишним, в страхе за свое будущее, в неуверенности, что всегда был благодатной почвой для построения коспирологических теорий, уязвимо перед именно таким типом мессенджей. И я думаю, что это, на самом деле, очень серьезная проблема. Не последний раз мы с ней сталкиваемся. И в данном случае, в случае с Палестиной и с терактом 7 октября, с ответом Израиля на этот теракт, это все легло на благодатную почву подспудного, все еще тлегшего антисемитизма, про который мы в течение последних 10-15 лет ничего не слышали. И вдруг выяснилось, что под полом тление продолжалось, и вот оно вспыхнуло снова. Но это будет продолжаться. И я думаю, что борьба с пропагандой, манипулированием пропаганды, про проговаривание основных приемов и трюков, которыми пользуется пропаганда, должно просто включаться однозначно в программу высшего образования противодействия пропаганде. Но в принципе, это в просвещенных обществах должно быть частью школьного образования тоже. Хорошо, что у меня нет тик-тока. Я благодарю Дмитрия Глуховского, писателя, который в прямом эфире говорил с нами о самых разных темах.